Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня в обзоре посылка с интернет-магазина Любимый Василек. Это интернет-магазин Ивановского трикотажа. Мне очень нравится постельное, полотенце и также нравится детский трикотаж. Цена-качество соответствует. Я заказала две простыни на резинке. Я беру трикотаж, так как именно в трикотажной простыне резинка по всему периметру. То есть нет ни малейшего участка, где по периметру резинки нет. Есть также у любимого веселька и поплин, сатин, простыни на резинке. Так вот на тех простынях резинка только по краю идет у изголовья и в ногах, так сказать. По длине резинки нет и все равно это не очень удобно, так как простын начинает съезжать. Эту посылку я заказывала где-то в начале сентября, поэтому здесь штанишки для сына, для старшего, чтобы ходить в стадик. Но в частности вот это голубой, это костюмчик. Здесь штанишки и такой вот легкий свитерок. Он не утепленный, не на флисе, обычный тоненький легенький свитерок, как раз для группы в садике. Сейчас еще прохладно, отопление не дали, но дети наши как вьюные, они не сидят на месте, им холодно, не может быть они постоянно в движении, но все-таки отопления нет, поэтому вот такой вот свитерок с длинным рукавом и штанишки, я думаю, пойдут в самый раз. К слову сказать, я говорила, что моя семья заболела ковидом, так вот у детей уже отрицательные результаты, но если честно, я очень боюсь вести их в сад. Сейчас невероятное количество заболевших, очень много заболевает, я не знаю, мне кажется, в наше детство такого не было. Ну, были эти карантины, но не так, как сейчас, что прям поголовно все болеют. Но у меня еще положительный результат на ПЦР-тест, поэтому я продолжаю лечиться и не продолжаю работать. Взяла еще штанишки в садик ходить в группу. Они тоже все тоненькие, они без утеплителя, они однотипные, просто разные раскраски и разный на них рисунок. Мне такие штанишки даже зимой нравится поддевать под теплые штаны, дутики. И также младшему сыну взяла костюмчики, но это уже как бы не сейчас, немножко на потом, на годик. Он у нас крупненький малыш, поэтому я думаю, такие вот футболочки ему подойдут где-то уже в 9-10 месяцев. А тут глазом уже не успеешь оглянуться, как они уже наступят. Мне нравятся футболки у любимого Василька. Знаете, чем они мне нравятся? Вот берешь футболку в детском мире, после нескольких стирок она начинает растягиваться вширь, то есть она просто висит балахоном. Эти футболки не растягиваются, у меня старший сын таскает футболки, я стираю их практически каждый день, они просто не растягиваются. Какое бы качество не было у Ивановского трикотажа, что бы мне там в комментарии не писали, но детский трикотаж действительно качественный, он хороший, он носится, цвета не линяют, мне нравится, поэтому я беру. Ссылку на интернет-магазин любимого Силек обязательно оставлю для вас в описании под видео. Проходите, вот что я рекомендую, это постельное, полотенце и детский трикотаж. Носится действительно хорошо. Ну а сегодня я также покажу дизайн на себе, дизайн будет очень простой, мне с Алиэкспресс пришли такие вот нарезанные частички, там есть как битое стекло и есть как будто разбитое зеркало. Мне очень понравились эти частички, поэтому сегодня решила с ними сделать дизайн. Но сначала нужно сделать фон, фон я делаю гелем от Космопрофи в оттенке молочной бежевой. Кто не работал гелем от Космопрофи, особенно их молочными оттенками, вы потеряли полжизни. Вот не пожалейте, закажите хотя бы одну баночку, вы просто влюбитесь в эти материалы, а ваши клиенты влюбятся в оттенки этих материалов. Это действительно очень круто. На ногтях у меня на некоторых будет градиент. Хочу сделать растяжку черного цвета от кутикулы, причем хочу сделать растяжку именно поверх уже этого молочного оттенка, а не под ним. Наношу тонким слоем базу и на непросушенную базу сыплю акриловую пудру. По акриловой пудре, как известно, растяжка делается проще. А так как цвет у меня черный, контрастный, мне нужно максимально упростить себе задачу по созданию этого градиента. Наношу черный цвет у кутикулы и теперь кистью гребешок делаю растяжку. В эту пористую поверхность гель-лак очень хорошо впитывается, поэтому мне приходится еще добавлять черный цвет, чтобы у кутикулы получился такой более насыщенный оттенок. Ну и, соответственно, к середине ногтя я этот более насыщенный оттенок хочу свести к минимуму. Задача, не скажу, что простая, но и не сложная. Все реально, все возможно. Просто делаю до тех пор, пока меня не будет устраивать результат. Можно взять обычную плоскую кисть, чтобы еще больше сделать плавный переход, так как кистью гребешок не всегда получается по акриловой пудре делать растяжку, особенно такими темными цветами. Помочь себе можно обычной плоской кистью. Вот, собственно, набор вот этих вот порезанных частичек. Как я и говорила, здесь 4 битого стекла разных оттенков и есть вот такой вот. Наношу на ноготь базу тонким слоем и на непросушенную базу прикладываю вот эти вот свои частички. Вообще, конечно, они такие достаточно плотные и их хорошо бы под укрепление делать. Но так как у меня здесь уже и цвет, и градиент под укрепление их трудно положить. Если еще сделать сверху прозрачным гелем укрепление, то ногти будут толстоватыми. Поэтому с учетом того, что у меня уже есть фон и есть какой-никакой дизайн в виде градиента, мне нужно уложить эти частички именно поверх фона и дальше уже минимальным слоем базы закрепить. То же самое делая на ногти безымянного пальца. Стараюсь вам показывать, как такие вот достаточно сложные, композиционные, тематические дизайны. Ну, я имею в виду там ветки калийные или какие-то листья тематические для осени. Так и вот такие вот простые, минималистические дизайны. Я знаю, у меня большая аудитория подписчиков. Всем не угодишь одним дизайном. Поэтому приходится вот выдумывать всякие такие разные и простые, и достаточно сложные. Надеюсь, вы оцените лайком. Перекрываю тонким слоем базы. Если нужно, делаю такое вот минимальное выравнивание. Если вижу, что где-то топорщится частичка, то, конечно же, нужно ее под базы скрыть. Далее я хочу опилить ногти, убираю липкий слой. И все равно вот по форме квадрата гель на торце ложится немного наплывом. Поэтому и на клиентах, и на себе всегда вот такой вот минимальный опил. Буквально несколько движений пилочкой. Но все равно я делаю, чтобы придать ногтю более четкую форму. Ногти, где дизайна нет, я перекрыла глянцевым топом. А ногти с дизайном я перекрываю матовым топом. Мне очень нравится матовый топ от Born Pretty. Кстати, ссылку на вот эти вот набор вот этих порезанных частичек я оставлю в описании. И кому интересно, ссылку на матовый топ также оставлю в описании. Вот так вот смотрятся частички под матовым топом. Можно их выделить глянцевым топом. Я беру грустой глянцевый топ. И каждую частичку аккуратненько, тоненькой кисточкой выделяю. Но если честно, под глянцем мне дизайн вообще не понравился. Как-то все смазано. Они какие-то такие не четкие, эти частички получились. Поэтому глянцевый топ я не сушила и убрала. А вот под матовым топом они такие вот четкие, хорошо видны все границы. Не знаю, мне нравится. Дизайн простой, минималистический, но смотрится необычно и интересно. И вот эти вот частички действительно как частички разбитого зеркала. Ну а я надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, жду от вас лайк. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok